Приветствую! В этом видео мы разберемся с тремя вопросами. Первый вопрос. Каков граничный возраст пребывания на воинской службе? Второй вопрос. Каков граничный возраст пребывания в запасе? И третий, самый главный вопрос. До какого возраста могут призвать на воинскую службу во время мобилизации в Украине? Для того, чтобы разобраться с этими вопросами, мы должны обратиться к закону Украины о воинской обязанности и воинской службе, что мы сейчас с вами и сделаем. Граничный возраст пребывания на воинской службе установлен статьей 22 закона ОВО и ВС. Именно эту статью вы сейчас и видите на экране. Для того, чтобы не перегружать вас цифрами, я хочу сразу обратить внимание на структуру первой части этой статьи. Вот здесь мы видим 7 пунктов и хочу обратить ваше внимание на следующее. Первые 3 пункта, они касаются тех людей, которые проходят воинскую службу по контракту. И мы видим здесь вот, да, которые проходят по контракту, по контракту, вот, да, за контрактом и здесь за контрактом. Пункты 4, 5 и 6 касаются тех военнослужащих, которые не по контракту проходят воинскую службу. Но самое главное, на что нужно обратить внимание, вот эти первые 6 пунктов статьи 22 закона ОВО и ВС устанавливают граничный возраст пребывания на воинской службе в мирное время. То есть сейчас мы можем спокойно пропустить эти пункты и вообще не брать их во внимание. Почему? Да потому что сейчас у нас немирное время. А в это время мы должны руководствоваться пунктом 7 данной статьи. А пункт 7 говорит, что граничный возраст пребывания на воинской службе для військовослужбовцев, которые проходят військовую службу подчас особого периода, с числа осіб рядового сержантского и старшинского склада, молодшего и старшего офицерского склада до 60 лет, а вищего офицерского склада до 65 лет. Что это значит? Почему я считаю, что именно этим пунктом нужно руководствоваться сейчас? Потому что здесь указано «пидчас особого периода». То есть этот пункт, пункт 7, действует только «пидчас особого периода». Конечно же логичный вопрос, а что такое особый период? Для этого мы обратимся к закону про оборону Украины. И там сказано следующее. Особливый период, период, что настаёт с моменту оголошения решения про мобилизацию, кроме цельного, або доведения его до виконавцев стосовно прихованої мобилизации, или с моменту введения военного стану в Украине або в окремих ее местах, та охоплює час мобилизації, военный час и частково відбудовний период після закінчення военных дій. То есть с момента оглашения мобилизации, а у нас всеобщая мобилизация оглашена, с момента введения военного положения у нас в Украине наступил вот этот самый особливый период. Думаю, здесь все согласны. Написано здесь достаточно ясно. Кто не верит, можно проверить. Ссылочку на этот закон, естественно, я оставлю в описании. Это первая статья данного закона. Вот вы видите, да? Это закон про оборону Украины. Сайт Верховной Рады. В первой статье дано понятие особливого периоду. Возвращаемся сюда. Поскольку сейчас особливый период у нас оглашена и мобилизация, и военное положение. Соответственно, согласно пункту 7 до 60 лет, а для высшего офицерского состава до 65 лет граничный срок пребывания на воинской службе. Но, конечно же, вы здесь говорите, это же все для тех, кто уже служит. А я же еще не служу. Возникает вопрос, каков мой статус и могут ли меня призвать до 60 лет, соответственно. Для этого нам нужно вернуться чуть-чуть назад и вспомнить, кого мы можем призвать. Призвать мы можем военнообязанных. Кто такой военнообязанный, я подробно разбирал вот в этом видео. И если коротко, то военнообязанный это тот, кто пребывает в запасе. А кто у нас пребывает в запасе? В запасе у нас пребывают люди до какого возраста? Вот тут самый главный вопрос. Мы смотрим 28-ю статью данного же закона, закона про ВО и ВС. И вот здесь 28-я статья определяет, до какого возраста человек может пребывать в запасе. И видим граничный возраст пребывания военнообязанных в запасе. И вот здесь мы видим, что первый разряд до 35-й рокив, другой разряд до 60-й рокив. Конечно же здесь вы спросите, а как понять, я в первом разряде, либо во втором? Все просто. Каков у вас возраст? Если у вас возраст до 35 лет, то вы в первом разряде военнообязанных. Если у вас возраст от 35 до 60-й, соответственно, второй разряд. То есть здесь мы из одного в другой разряд переходим просто по достижении возраста. Соответственно, всем тем, кому больше сейчас 35 лет, находятся в втором разряде. Ну а это для тех, кто имеет военные звания рядового, сержантского и старшинского состава. А что с офицерами? С офицерами вот что. Ответ здесь тоже есть. Офицеры могут пребывать либо до 60-ти лет в запасе, либо, если это высший офицерский состав, до 65-ти лет. Итак, мы с вами разобрались со следующим. Граничный возраст пребывания на воинской службе и граничный возраст пребывания в запасе одинаковы. И они законом о воинской обязанности и воинской службе установлены в таком виде. 65 лет для лиц высшего офицерского состава и 60 лет для всех остальных. Теперь у нас остался вопрос, а до какого же возраста меня могут призвать на воинскую службу? Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, друзья, хочу поделиться с вами таким наблюдением. Наблюдением о том, как YouTube относится к некоторым видео. Мое видео, одно из последних видео, которое касалось того, как ТЦК и СП относятся к людям, которым они пытаются вручить повестку и призвать, было немножечко пессимизировано. И его просто не показывали вам. И там, если посмотреть, число просмотров просто какое-то катастрофическое. К чему это я? К тому, что, во-первых, даже YouTube, посмотрев это видео, определил, что там есть насилие над людьми. И не захотел его всем показывать. Ну и, естественно, это научило меня чему? К тому, что надо такие видео публиковать в Telegram-канале. Ссылочка на мой Telegram-канал есть в описании к этому ролику. Подписывайтесь. И там, соответственно, теперь будут выходить те видео, которые на YouTube просто показывать, получается, нельзя. Итак, каков же граничный возраст призыва на воинскую службу? Прямо законом этот возраст не установлен. То есть нигде нет нормы, где было бы написано, что призвать можно до такого возраста. Но системное толкование положений действующего законодательства позволяет сделать следующий вывод. Поскольку призвать можно только военно обязанного, а военно обязанным человек может быть только до достижения возраста 65 лет, если он относится к категории высшего офицерского состава, и до 60 лет, если он относится ко всем остальным категориям военно обязанных. Соответственно, вот это и есть граничный возраст призыва на воинскую службу. То есть, если вы не относитесь к высшему офицерскому составу, то призвать вас на воинскую службу можно до 60 лет. Конечно, кто-то из вас уже сейчас побежал ставить дизлайк, писать гневный комментарий, а кто-то у меня спросит, подожди, а вот есть другой адвокат, который говорит, что там до 45 лет могут призывать на воинскую службу. Я смотрел это видео, это уважаемый адвокат, опытный адвокат, но я его правовую позицию в этом плане не разделяю, я с ней категорически не согласен. Более того, я вам скажу, что не рекомендую вам проверять это на практике, потому что если вы сейчас пойдете по этой позиции и скажете, что я отказываюсь от воинской службы, потому что мне более 45 лет, то вы просто можете получить приговор. Эту информацию, в принципе, вы можете проверить по реестру судебных решений. Там есть решение суда, где можно увидеть возраст людей и увидеть, что отказавшись от воинской службы, в отношении них был вынесен приговор. Честно, я абсолютно не понял вот правовую позицию своего коллеги. Друзья, здесь я предлагаю вам самим уже на ваш рост суд, так сказать, определить, чья же позиция правильная. Закон я вам показал, ссылочки на законы я оставлю. Вы можете самостоятельно еще раз перечитать, проверить то, что я говорил, ну и сделать соответствующие выводы. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.